Приветствую, друзья. Вы на Ньюсейдере. Я Александр Кушнарь. Сегодня 31 декабря. Вооруженные силы Украины освободили село Новоселовское в Луганской области. Это маленький, но очень важный населенный пункт, поскольку, как вы можете видеть на карте, через него проходит трасса Р-07, которая ведет к двум ключевым городам Сватово и Кременая. Это та причина, по которой оккупанты бились за эту позицию особенно ожесточенно, однако безрезультатно. Они были выбиты в результате блистательной операции, которую провели штурмовые группы ВСУ, действовавшие при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения Кракен, а также силы 92-й отдельной мотострелковой бригады. Последняя уже опубликовала 12-минутный видеоролик того, как именно проходил бой, а точнее говоря, серия боев. Вы можете посмотреть этот ролик в моем телеграм-канале прямо сейчас, если перейдете по ссылкам в описании к этому видео, в первом комментарии к нему и в правом верхнем углу на этом экране. Украинские бойцы были лаконичны в своем комментарии. Они указали, что их подразделениями, я цитирую, был совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское в Луганской области. В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, понеся потери в технике и личном составе, а часть оккупантов была взята в плен, сказано в их телеграм-канале. И штурм пехоты, и удары ствольной артиллерии, и плененные враги, все это есть на этих кадрах, которые призваны вдохновить под Новый год всех, кто сочувствует ВСУ, и вселить ужас в ту террористическую саранчу, которая бросила вызов Украине и всему цивилизованному миру. О значении вот этого достижения на поле боя для украинцев говорит уже тот факт, что на всем протяжении вот той самой дороги Р-07 от Новоселовского до Сватова нет ни единого населенного пункта. А это означает, что нигде на этом отрезке у врага не будет возможности окопаться по-настоящему качественно. Понятно, что окопы, мины и бетонированные заграждения никто не отменял, но согласитесь, что даже хиленькие строения в самом крохотном селе это куда более качественные укрытия, чем самая люксовая землянка. Вот почему для любых военных так важно контролировать прежде всего селение, потому что селение фактически содержит в себе набор готовых дотов и крепостей, если хотите, которые еще и улучшить можно. Таким образом, состоявшийся только что прорыв в ВСУ является шагом, в первую очередь к Сватовскому району и послужит важной мерой для усиления давления на противников Кременной. Конечно, Р-07 это не та магистраль, которая используется врагом для своей логистики, потому что эта трасса уходит в Харьковскую область, освобожденную украинцами 4 месяца назад. Тем не менее, благодаря фактическому контролю теперь над этой трассой, украинцы получают логистическое преимущество в районе. Ведь хорошо заасфальтированное дорожное полотно подходит для передвижения военной техники несравненно больше, чем та размокшая земля, в которой утопают сейчас танки, БТР и благословенные хаймарсы и их братья М270. Теперь в ВСУ есть как минимум условия для стремительного прорыва к Сватовскому узлу, а также для усиления давления на Кременную, к которой ВСУ подобрается уже на 5 километров и готовится привести там со дня на день, или по крайней мере с недели на неделю, ключевые бои в рамках деоккупации. Тем временем работают ВСУ и по тылам агрессора на оккупированных территориях, подрывая его возможности в сфере обеспечения на передовой. Накануне источники с обеих сторон сообщили, что в ночь на 30 декабря ВСУ нанесли сокрушительные удары с помощью высокоточных ракетных систем типа Хаймарс, как минимум по трем позициям врага в трех оккупированных населенных пунктах Кадевки, то есть бывшем Стаханове, Брянке и Алчевске. Кадры из Алчевска уже подоспели. Камера видеонаблюдения зафиксировала там прилеты в полвторого по местному времени. Яркие вспышки и пожары вдали, как можно предположить, показывают работу разрывающихся ракет М-31. Позже, в дневное время суток, пришли и фотографии с результатами этого фейерверка. Сообщается, что атакована была казарма оккупантов бывшей воинской части. Судя по изображению, все, кто находился под крышей и на двух последних этажах, были прошиты осколками. В остальных двух городках были поражены склады со снарядами, что является не менее хорошей новостью для ВСУ, учитывая снарядный голод у противника, который становится все более сильным на этом направлении. В тот же день поразили украинцы-россияны в районе Донецка, ранив уничтожив там 10 голов личного состава вместе с их техникой. Ну а сегодня стало известно о том, что на Херсонщине ВСУ ликвидировали сразу 200 российских вояк. Появилась видеозапись и удара ВСУ по некому военному или инфраструктурному объекту врага в Токмаке и еще одном оккупированном россиянами тыловом городке. И по странному, я бы сказал даже интересному совпадению, накануне, как раз тогда, когда ракеты Хаймарсов или аналогов, то есть М270, падали на голову российской саранче, Минобороны Украины обнародовал в своем твиттере видео с французским вариантом М270А1, модернизированным аналогом Хаймарсов на гусичном шасси. На кадрах, которые вы сейчас видите, показано возвращение в исходное положение пустого блока боекомплекта вот этого французского варианта, который только что отстрелял все 12 ракет. В своем комментарии военное ведомство Украины так и написало. Впервые на экране ЛРУ М270А1 после отправки русине адских подарков, заявили авторы сообщения, подчеркнув, что скоро записи с участием вот этой машины, которую подарила Украине Франция, будет больше. Сейчас украинская военная разведка подсчитывает потери захватчика в результате вот этих ночных и дневных атак. Ну а с российской стороны пошли первые новости в связи с этим. Прокремлевское издание Ре-Новости сообщило, что 30 декабря в результате украинских атак был убит высокопоставленный российский чиновник, подполковник юстиции Евгений Рыбаков, полное название должности которого звучит так. Замглавы контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета России по объединенной группировке войск. Значимость этого персонажа в российской силовой иерархии подчеркивается уже тем, что главный следователь России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего. Место его гибели указан в Донецк. Однако я бы не рекомендовал верить информации насчет локации. Не исключаю, что реальным местом его кончины стала одна из трех локаций, которые я перечислил выше, то есть вот те, по которым украинцы нанесли удары только что. А российские власти просто решили засекретить этот момент, чтобы не дать украинцам достоверно установить результативность их атак. Как бы то ни было, можно с уверенностью говорить, что для агрессора вот этот инцидент стал серьезной потерей. Ведомство, в котором работал этот самый Рыбаков, никаких объяснений не дает, кроме распылочатой формулировки о том, что он погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции. В чем именно заключались вот эти самые обязанности? Объясняется далее. В тексте, опубликованном Следственным комитетом России, сказано, что такие, как Рыбаков, цитирую, расследуют военные преступления, совершенные киевским режимом в отношении мирных граждан и российских военнослужащих на украинской земле. Конечно же, всерьез относиться к этой шизофренической галимате никто не будет. Во-первых, международное сообщество получило многочисленные доказательства того, что именно российские, а не украинские военные, совершили и продолжают совершать против украинского населения многочисленные преступления от массовых казней до изнасилований. Во-вторых, ни российских военных, ни российских следователей Украина к себе домой, я напомню, не приглашала. Поэтому уничтожение этих пришельцев это не преступление, как утверждают в Следственном комитете России, а священное право и долг каждого украинца в соответствии с национальным и международным правом. С другой стороны, никто не поверит и в то, что командированные из России следователи будут заниматься в Украине тем, чем они не умеют и не хотят заниматься у себя на родине, то есть проведением следственных действий, саму идею которых они предали много лет назад ради служения мафиозной группировки в Кремле. Зато мы охотно поверим в то, что Рыбаков и его коллеги приехали в Украину с той же самой целью, с которой приехали туда и сотни тысяч других российских недоносков, чтобы либо убивать и грабить украинцев, либо чтобы помогать убийцам и грабителям в этом кровавом деле. Недаром в финальной части этой лживой тирады, которую выдал Следственный комитет, о Рыбакове сказано, что он имел статус ветерана боевых действий и военной службы. Это и есть то, чем на самом деле он занимался ранее в Северокавказском регионе, а потом и в Украине. Он вел боевые действия, а не расследовал их. Он убивал, а не расследовал убийства. Он уничтожал закон, а не защищал его. Есть на свете, однако, и настоящее правосудие. И в ИСУ показали его осуществление на примере Рыбакова, а также на примере 106 тысяч россиян. Именно таково минимальное число перемолотых единиц человеческой массы, брошенной бучанским мясником Владимиром Путиным на уничтожение Украины. За минувшие сутки к улучшенной версии русских добавились еще 710 штук, пришедших топтать украинскую землю, а вместе с ними в суборбитальный полет отправилось неожиданно большое число военной техники. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Россия потеряла 16 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 3 танка, 1 единицу ПВО, 1 вертолет и аж 24 военных автомобиля. Три месяца назад такие показатели по разгромленному железу не были бы чем-то особенным для России. Однако в последние недели, как мы знаем, Россия теряет в основном личный состав, потому что железа у нее все меньше, да и в бой она его бросает с большой неохотой, ибо экономит. Резкое изменение динамики именно в разгроме бронетехники и артиллерии России свидетельствует о том, что ВСУ либо уже провели, как в Новоселовском, либо готовится провести разрыв фронта врага. Именно так было сначала в Харьковской области, потом в Херсонской, и теперь, надо полагать, произойдет и в Луганской. Сначала идут большие потери России в военной технике, а потом резкий прорыв со стороны ВСУ и бегство в Россию. На этом пути украинцев ничто не остановит, хотя Россия предпринимает отчаянные попытки даже не сдержать ВСУ, нет, а просто затянуть эту войну бессмысленными попытками нанести украинцам ущерб. Достаточно взглянуть на резко снизившуюся эффективность ракет и иранских дронов Камикадзе, которые запускают Россию. Вчера стало известно, что все 16 из запущенных по Киеву шахедов были уничтожены. Как днем ранее были сбиты и все 16 ракет в ходе массированного налета, а в ночь на 31 декабря над Украиной была уничтожена опять же вся группа шахедов, состоявшая из 10 таких машин. Ни одна из них не добралась до цели. Особенно эффективны против шахедов оказались немецкие зенитные установки Гепард. Вот как одна из них отработала по иранским инструментам террора в ночь на 30 декабря. Эта съемка велась из кабины Гепарда. Столичное ПВО, как и в целом украинское, показывает Кремлю, что его террор начинает терять даже минимальную эффективность, если не считать испорченных нервов у мирных граждан, вынужденных всякий раз реагировать на воздушную тревогу. Стопроцентная эффективность средств противоракетной и противовоздушной обороны в Украине становится реальностью, а не мечтой. Конечно, не все ракетные атаки со стороны России украинцам удается отразить идеальным образом. Сегодня, 31 декабря, Россия, как известно, осуществила очередной поддотеррористический налет на Украину. И часть ракет остановить, к сожалению, не удалось. Но, по всей видимости, это произошло из-за того, что на этот раз, в новогодний день, российские выродки отправили ракеты не по обычным маршрутам, то есть не по подстанциям-электростанциям, где ПВО Украины уже пристрелялись, а по другим маршрутам, а именно по жилым строениям, среди которых оказался и киевский отель «Алфавито». В результате очередной этой волны ракетного налета в Украине погиб как минимум один человек, и не менее 20 были ранены, включая японского журналиста, который находился в том отеле. Цель Кремля совершенно очевидна. Попросту испортить людям праздник, потому что ничего другого этот сатан-клаус, каковым является Путин, сделать не может. Тем не менее, когда мы говорим о ракетах, у Владимира Путина, по всей видимости, хотя я могу ошибаться, кажется, становится их реально меньше. 31 декабря Россия использовала чуть более 20 ракет вместо обычных 70, но что касается шахедов, то по поводу них можно сказать, что Кремль и вовсе выбрасывает деньги на ветер. По данным украинской разведки, Россия закупила у Ирана почти 1800 дронов, из которых в СУ сбили 430, а всего россияне потратили уже треть из этого состава и добирают все новые транши этих дронов. В российском генштабе рассчитывали, что шахеды станут средством перелома в этой войне. А оказалось, что они лишь стали еще одним минусом в российской казне, которая и без того теряет средства из-за ухода России с нефтяного и газового рынка цивилизованных стран. Все менее эффективны российские дроны-камикадзе типа Ланцет. Украинские войны нашли на них управу. И дело не только в том, что они их начали гораздо чаще сбивать. Артиллеристы в СУ начали массово использовать спецсетки, которые защищают военную технику Украины вот от таких аппаратов. Одно из таких простых, но эффективных, но что вы сейчас видите на своих экранах. Гаубица М-777, которая является для россиян приоритетной целью из-за ее убойности, теперь под надежной защитой. Ну, во всяком случае, мы хотим надеяться на то, что вот эта сетка действительно сможет остановить Ланцет. В Вашингтонском институте изучения войны пришли к выводу, что Москва вынуждена будет задействовать все больше дронов для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, просто потому, что у нее заканчиваются ракеты, как мы говорили выше. А российская ракетная компания, нацелена на слом воли украинцев к сопротивлению, потерпит провал, уверены аналитики. Между прочим, украинцы, изучив обломки ракет после одного из последних налетов, фактически подтвердили описанные выше проблемы россиян. Они нашли там как минимум одну ракету, которая была произведена буквально только что. Такой расход с конвейера означает, что прогнозы украинской разведки о скором исчерпании запасов ракет у агрессора могут быть близки к истине. В конце концов, те же «Искандеры» Россия практически полностью перестала применять уже много месяцев назад. И дело не только в том, что они, в отличие от ракет «Хаймарс», показали крайне низкую точность с круглым отклонением сотни метров, но еще и потому, что их почти не осталось. Как сказал министр обороны Украины Алексей Резников, россияне нарушили собственное правило и залезли в критический запас «Искандеров», в результате чего «Искандеров» у врага сейчас остается от 11 до 13% вместо необходимых 30%. Самое же главное — это то, что производить «Искандеры» россияне, по всей видимости, либо не могут вообще, либо делают это очень медленно, следует из речи министра. Напоминая, что ранее Россия использовала «Искандеры» и морского и наземного базирования, в том числе с территории Беларуси, Резников заключил, что сейчас, цитирую я его, «Мы, то есть украинцы, видим, что «Искандеры» россияне не используют, потому что они не могут их изготавливать». Цитата завершена. Аналогичные проблемы и с калибрами, полагает министр, хотя их Россия все же может пока производить. Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что в упомянутых выше обломках недавно произведенной российской ракеты украинские специалисты не нашли западных деталей, которые Россия получила бы после введения санкций со стороны Запада. Если в будущем, россиян, будут большие проблемы с завозом компонентов, то будут и проблемы с производством новых калибров и других ракет. Вот почему спикер ВВС Украины Юрий Игнат, комментируя с заявлением обороны России о том, что калибр у России не закончится никогда, скептически заметил. «Это лапша для собственной российской аудитории», — сказал он, подчеркнув, что теперь задачи цивилизованных стран заключаются в том, чтобы проконтролировать уже введенные санкции против технологического сектора страны-террористов. На фронте россиян перспективы, как мы понимаем, не лучше, чем на поле боя против женщин и детей Украины. Британская разведка полагает, что недавняя очередная замена командующего западной группировки войск показывает только одно. В российском военном ведомстве царит раскол в условиях, когда этим террористам надо любой ценой удержать Луганский фронт, они не знают как. Цитирую. «Продолжающаяся текучесть российских старших офицеров, по всей видимости, отражает внутренние разногласия относительно будущего введения войны в Министерстве обороны России», — заключают британцы. «Понятно, что в условиях, когда в Украину заходят все новые партии западных вооружений, у россиян, как мы и говорили буквально на днях, останется только один путь для затягивания войны — путь к наращиванию мяса». В своей новогодней речи Резников специально обратился к российскому населению, предупредив, что по данным украинской разведки в Кремле решили объявить вторую волну мобилизации уже начиная с 5 января. Самое же страшное для нежелающих воевать россиян заключается в том, что одновременно вот с этим решением о второй волне мобилизации границы на выезд из России и Беларуси, кстати, будут закрыты», — указал Резников. Опять же, цитата. «Я точно знаю, что у вас осталось примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. Предупредил он». Ну и чтобы вы поняли, чем именно обернется заход в Украину для новых российских военных, которые, возможно, будут мобилизованы уже в ближайшее время, мы предлагаем вам послушать вот этот перехваченный Служб безопасности Украины, разговор оккупанта, в котором он признает, что ряды его террористических соратников редеют с катастрофической скоростью. Роты уже не осталось, разве что два взвода, а на позициях нет никого. «Вы скажи, как ты?» «Да не знаю, мы как бы в окружение, чтобы не попали. Тут жопа у нас. Да тут пи***ь, 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 прямой. Ой, блин, никому ничего не говори только. Тут что-то творится непонятно. Непонятное творится что-то, блин. Тут вчера нас крыли сильно, очень сильно. У нас и убежало много позиций. А вам и я уйти оттуда, Андрюша». «А ты что, как уйдешь? Куда? Тут везде, б***ь, такое творится, что пи***ь. Эта ночь переживем, нормально еще, б***ь, чтобы это... Уйдем тогда после десяти, там связь хорошая. Но если отходы не будет, я не знаю, чтобы нас не бросить в роту нашу. Так и роты уже не осталось, б***ь. У нас два взвода всего. Андрюха съебал. Сашку не знаю, Сашку что-то не вижу тоже. Но они все так ременной. Тут на позициях нету никого. Ага. Ну они все пишут, что мы где звонят, все хорошо, все замечательно. Ну они... А почему они звонят, молчит? Они все съебали там на банях. И все это происходит на четвертый месяц первой волны мобилизации. Как видим, пушь на мясо Путин не помогает. Да и согласитесь, что в тональности говорящих, которых вы сейчас слушали, мало праздничных ноток. Слушайтесь вы голоса. Что вы слышите? Лично я слышу эхо приближающейся смерти, которая, как и в уходящем году, останется в следующем году единственным смыслом умирающего колхоза с ядерными помоями. Я желаю и этой Клоаке, и всем россиянам, которые поддерживают вот эту войну против Украины, в следующем году отправиться в эту воронку, из которой нет выхода. Потому что только так, только путем превращения России в прах и тлен, можно закончить страдания Украины и обеспечить крах остальных мировых автократий. Считайте это моим пожеланием на Новый год. Но украинцам я желаю стойкости. Ведь без вас, украинцы, не было бы у нас никакого новогоднего чуда и не было бы надежды, а был бы один лишь сплошной приближающийся мрак, который поглощал бы одну за другой страны цивилизованного мира. Те бойцы ВСУ, которые сейчас стоят на передовой, это люди, на которых, собственно, и держится наш хрупкий мир. Пожелаем выбраться из пекла живыми, здоровыми и со знаменем победы в руках. Что ж, друзья, оставайтесь в Ньюсейдер, подпишитесь, если еще не сделали этого, и поддержите украинскую армию при желании и наш канал через те ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, банковский счет и прочее. Я бесконечно благодарен вам за всю помощь, которую вы нам оказываете. И, конечно, этот год мы существовали именно благодаря вам. Потому что ваше внимание – это то, что вдохновляет и будет вдохновлять нас на то дело, которое мы делаем. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok